Рекламно-информационная программа. Александр, добрый день. Да, всем добрый день. Сейчас вы только обсуждали, что это какая-то новая тенденция. Все про танки идет в кинотеатрах. Ладно, обо всем будем подробно рассказывать. Озвучим список призов, которые у нас есть. Минут через 10-12. Ну и номер телефона, напомним. Сразу же можно его озвучить. 211-101. Как обычно, у нас сегодня билеты в кино. В том числе будут в театры, на выставки, на концерты. Книжки будут. Так что будьте внимательны. Некоторые я бы уже сейчас с ним выиграл. Книжки? Ладно, да, не скажу пока. Александр, начинаем наш разговор. Давайте информировать слушателей, на что можно посмотреть уже сейчас и в ближайшее время. Ага, ну хотелось бы остановиться прежде всего на фильмах не только этой недели, но и следующей недели. Да, вот так. Будет лучше. Отлично. На этой неделе у нас главная премьера, пожалуй, это фильм «Танки», о котором мы только что уже сказали. Один из фильмов про танки. Один из фильмов про танки. Я буквально полтора часа назад посмотрел трейлер. Чувствовал, видимо, каким-то местом, что будем говорить про этот фильм. Ну, недолго на нем остановимся, на самом деле. То есть фильм, если кто-то смотрел 1980 год, фильм «Главный конструктор», никто не помнит, да? А что, ремейк, что ли? Они не говорят, что это ремейк, но если посмотреть, ну, я думаю, что это ремейк. В общем, речь там идет про Великую Отечественную. Нет, про преддверие. А, про преддверие. Когда еще конструировались только Т-34. И когда был сделан этот пробег, когда танки доехали своим ходом до Москвы. До Москвы. Чтобы показать, собственно, руководству, да? Да. Что сделали? На самом деле главный конструктор запретили. Запретили выставлять эти танки на смотр. И он принял решение вообще в тайне, и даже в тайне от НКВД, просто перегнать танки на Красную площадь в Москву, на этот смотр, и непосредственно показать руководству. И вот они проделали весь путь своим ходом. Из Харькова они, по-моему, ехали? Да, все верно. На танках из Харькова. До Москвы, да, сделали на новом танке. Но, правда, еще это не тот Т-34, это прототип. Но, тем не менее. Но очень похожие внешние там. Да, да, да. Всю депатриюлю. То есть там и пушка потом поменялась, немножко ходовая поменялась, но тем не менее. Вот об этом, собственно говоря, весь фильм, как они ехали, естественно, общая канва вот этого похода. Но и понятно, что они сделали несколько линий вымышленных, где их там немцы атакуют и прочее, прочее. Ну, там будущие враги якобы прознали про этот перегон и выслали туда группу некую, чтобы уничтожить. Все верно, да. В общем, интересная история такая. Да, история достаточно интересная, но она не очень динамичная, честно скажу. То есть тем, кто любит экшн, как бы не особо. А вот тем, кто вот прям вот просто посмотреть на танки, кто любит технику. Вот, пожалуйста, да, вот прям милое дело. Сейчас жены многих мужей, наверное, разочарованы. Дома сидит за танчиками. И никакой любого, и никакой лов-стори там нет. Есть, по-моему. Судя по тренеру, есть. Ну, тогда жены могут не сильно оборчать и тоже с собой возьмут кино. Причем по истории она реально есть. Да, там тоже есть лов-стори, когда НКВД все-таки и жена одного. Не помню там точно кто, но там жена одного из участников этого пробега. Там все тоже кого-то там полюбила. Ну, в общем, там даже по истории эта вся история есть. Марина Александровна, я ошибаюсь, она играет, да, женскую-то главную роль? Хорошо. Уже идет, да, на театрах «Смены и дружба»? Вот. На следующей неделе просто не могу не остановиться на этих фильмах, потому что, ну, понятно, мейнстрим мейнстримом, все это очень интересно, все здорово, «Мстители» и так далее, там, правды и действия. Но будет очень интересные проекты, несколько. Первое. Это «Сабибор». Если кто не знает, что это такое. Я видел трейлер «Сабибора», да. Если не видели. Это фильм «Константин Хабенский». «Константин Хабенский» про подвиг, который мало кто на самом деле знает, сейчас вспомнит, про побег из этого лагеря. Единственный за всю историю. Успешный. Успешный побег, да. Из концлагеря. Из концлагеря. Причем фильм достаточно, как говорят, исторически снят, потому что консультировались непосредственно с семьей, там, с фондом вот этого, не помню, как героя зовут, к сожалению. Реального прототипа. Да, реального человека. Реального человека. То есть вся эта история, ну, основана на реальных событиях. Фильм тяжелый. Стоит 12+. Ну, честно скажу, ребят, будьте аккуратнее, 12+, потому что история тяжелая, история такая жесткая. И 12+, ну, понятно, Министерство культуры дает свои рейтинги российским фильмам. Но просто для меня в этом не было никаких... Так, что у нас такое? Как сказать? Это не было проблемой, потому что Патрик... Кто-то ворвался. Ворвался в эфир. Я уже думал, слушатель дозвонился отвечать на вопрос, который мы еще не задали. Кторый уже не задали. Да. Ну, кстати, раз уж возрастное ограничение надо указывать, про танки тоже надо сказать. А, танки тоже 12. Тоже 12. Ну, танки 12, нормально, да. Саби Бор жестковат для 12. Саби Бор жестковат, я даже по трейлеру могу сказать. Очень натуральный такой фильм. Много натуральных вещей таких. Страшно смотреть, страшно смотреть реально. Так что... Да, посмотрели фильм «Москве», тут же ребята отзвонились, сказали, хорошо, хорошо. Вот. И еще один нестандартный фильм, который бы хотелось озвучить здесь, это даже не фильм, это мультфильм «Остров собак». Видели? Видели трейлер. Я два раза уже видел этот трейлер, да. Видели. Классно. Классно, понравилось. Я не знаю, это трейлер, но трейлер классный. Пол Андерсон вообще. Уэс Андерсон. Уэс Андерсон. Уэс Андерсон. Пол Андерсон, это модунток. Да-да-да, Уэс Андерсон, да, я что-то... Нет, Пол Томас Андерсон, Андерсон, да, другое. Да-да-да. Он вообще не задумывал снимать политическую картину, как он говорил, а получилось. Вот, то есть, это анимация, анимация не для детей, не совсем для детей, так скажем. Ну, дети тоже посмотрят, конечно, ее, но они по-другому поймут ее, конечно. Нет, естественно. Вот. Очень нестандартный фильм. Открывает он Берлинский кинофестиваль. Всем любителям анимации и нестандартных вот всяких решений. То есть, даже банально посмотреть, это пластилиновая анимация. То есть, нетипично, это не современный модный мультик там... Живая, в которую вложены вот как раз... Да, вложены руки, вложены души. Очень рекомендую. Очень странная картинка, честно говоря. Вот я когда первый раз увидел, да, я прямо так вот сначала даже не понял, что это такое. Это же как-то арт-хаус какой-то. Да, там есть вот такое вот, по компоновке экрана по всему очень интересно. Да, а потом три раза посмотришь тюриллера, начинаешь понимать, что уже хочешь на него сходить. Я уже понял, что я хочу. Я два раза посмотрел пока. Да, очень многие уже говорят, что хотят сходить. Но я думаю, что интересно. Ну, естественно, Мстители, я тут ничего говорить не буду. Самая лучшая картина. Тут 90% всех критиков, рейтингов и так далее. Спойлерить не буду. Посмотрел на кинорынке немножко. Не могу пока ничего говорить. Наложили вето на меня. Вето, в смысле, не распространится пока подробно обо всем. Ну, давайте дальше заглядывать, что у нас в перспективе. Ну, если про эту неделю сказать, это триллер «Правда или действие». Интересная вещь, то есть знаете игру «Правда или действие» все, ну, молодежка такая. Не совсем, я точно не знаю. А, да, я пришел на другое радио, точно все. Где-то знаю, где-то нет. Мы тут песочком посыпаем, заходим. «Правда или действие» — игра распространена очень сильно в Соединенных Штатах Америки, когда человек, ну, садится группа подростков и, соответственно, выбирают. Либо рассказывают какую-то правду, ну, понятно, что где-то нелицеприятную, где-то еще что-то, либо выполняют какое-то действие. Вот, здесь же все завязано, естественно, на так, как этот триллер «Ужесы», завязано на том, что там люди умирают, собственно говоря, за невыполнение действий или за то, что не сказали правду. Увлекательно прям. Не, правда увлекательно. На самом деле очень интересно. И там... Посмотрите, я, блин, опять не буду ничего говорить о триллер. Уже идет, да? И уже идет. Уже идет. Вот так называется, да? Да, «Правда или действие» так и называется. Взрастное ограничение? 16. 16 плюс. Ну, это уже понятно для более взрослого аудитории. Естественно, да, и вечерние сеансы и так далее. То есть, ну, как бы, да. Что большим сейчас спросом пользуется среди зрителей? Тренер. Тренер? Тренер, да, тренер. Ну, давайте анонсируем для тех, кто еще не слышал. Для тех, кто не смотрел, не слышал, не видел. Данила Козловский. Данила Козловский во всех ролях. То есть, он и режиссер, и актер, и сценарист. Нет, сценарист, по-моему, не он. Сейчас посмотрим. Он продюсер, да. Вот три у него апостаси, да. Сценарист там другой человек. Вот. Фильм про российский футбол, про команду «Метеор». «Метеор», на самом деле. Нет, Данила Козловский тоже в соавторстве. В соавторстве есть, да. Сценарий там еще Андрей Золотарев и Сергей Четверухин еще есть, да. Ну вот, собственно говоря, фильм про российский футбол очень интересный. Посмотрел его, каюсь, совсем недавно, это позавчера, потому что все-таки был на кинорынке, но не мог. Но премьера прошла мимо меня. Вот. И честно, это не ура патриотический фильм, не то, что мы все привыкли видеть. Это фильм про нормальных людей, про нормальную команду региональную, которая в действительности может что-то сделать. Там главный герой вылетает откуда-то, да? Из «Спартака». Из «Спартака» вылетает. Из «Спартака» и сборная России. И уезжает тренировать. Уезжает тренировать «Краснодарский метеор» по фильму. «Метеор». «Краснодарский метеор». «Краснодарский метеор». «Кубань» такая, да? «Кубань». Да, у которого такой прекрасный стадион. Естественно, Кубань, да. И они все вместе стремятся к Кубку России. Ну, неспроста, видимо, фильм-то вышел. Год-то у нас. Год у нас чемпионата. Да, чемпионата мира. Видимо, приворочено именно к этому было. Да, да, да. Совершенно верно. Тема футбольная. Чтобы как-то вселить надежду дополнительно в наших российских болельщиков. Да дело не надежды, дело в том, что зритель сейчас просто на эту тему завязан. Все со страшной силой закупают билеты на футбол и так далее. Закупают билеты на футбол, закупают билеты на тренера. Ну, при этом фильм хороший, реально хвалю. То есть, если сомневаетесь, не сомневайтесь. Сходите, не пожалеете. Хорошо, сейчас у нас будет небольшая пауза. Мы говорим о киноновинках. Кинотеатры «Смена и дружба». Александр Сухарев, менеджер кинопроката этих кинотеатров, у нас в гостях. Пауза на полминуты. И начнем розыгрыш очень скоро. 211-101, номер нашего телефона. Культпоход. Николай, предлагаю поставить в известность наших слушателей, что они могут сегодня у нас выиграть за свой правильный ответ на вопросы, которые мы будем задавать. Но с гостя, конечно, мы начнем вопросы с Александра Сухарева. Затем мы тоже посвящимся. Да, присоединимся с большим удовольствием. Да, поехали. Драматический театр. Завтра, 28 апреля, в 5 часов вечера. Премьера «Земля Эльзы». Драматическая комедия в двух действиях. 16+. Завтра же. А, послезавтра. Все-таки, 29 апреля, в 17.00. Ханума, да? Комедия «Вдэвиль» с музыкой, танцами, пантомимой в двух действиях. 12+. 16 июня. Запоминать, 16 июня. В отдаленной пока перспективе. Да, далеко. Но не так и далеко. Все время быстро идет. 18.25. Запрещенный роман. В 17.00. 12+. Спасибо театру «Нас Пасхой» тоже за предоставленные билеты на спектакль «Я вернусь». Это 4 мая, 6 часов вечера. Ограничение 12+. Кировский театр «Кукол Афанасьева» предлагает на гастроли Московского детского камерного театра «Кукол», руководитель которого был вчера у нас в гостях. Анатолий Александров. Анатолий Александров. «Бычок» с малиной «Бычок». 29 апреля, в 13.00. 0+. Ну, замечательная история про то, как дед смастерил. Ой, ты не рассказывай, господинец. Дед, по-моему, смастерил все-таки внучки. «Бычка», к которому прилипли злодеи-звери, которые там что-то воровали у них с огорода. Не знаю, могу ошибаться. Можешь, да. Да. Имеешь право. Это билеты на любой фильм «Сианский» на театрах «Смена». Да, пожалуйста. Спасибо большое, Александр Сохареву. Причем ни один билет мы можем сегодня разыграть. Далее выставочный зал Вятского художественного музея. Пригласительная на выставку Никаса Сафронова. Работает эта выставка. «Весна впечатлений», 6+. И точно такое же ограничение у фото-выставки Михаила Андрианова. Пригласительная вы тоже можете выбрать. «Галерея прогресса», билет на выставку «Коллекция искусства галереи прогресса». На этой выставке была изумительная совершенно подборка работ. За много-много лет собранная галерея. Ограничение 6+. Да. Ну, переходим к книгам. Небе от магазина «Читай город». Сергей Шаргунов. Забыл что-то принести. Да, неважно. «Сборник повестей и рассказов. Трогательный, познавательный, философский, ностальгический, драматический, глубокий. 16+. Татьяна Степановна. Степанова. Степанова. «Созвездие хаоса», да. Называется книжка «Созвездие хаоса». Это жутковатая история расследования серийных убийств. В деле снова криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области Екатерина Петровская. 16+. Уильям Д. Резовиц. Уроки Джейн Остин. «Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым». Понятно, по заглавию этой книги искренняя, струмная, глубокая, обаятельная книга. Встреча современного 26-летнего аспиранта. Ну и Джейн Остин, которая умерла за 200 лет до этой встречи. 16+. Благодарим магазины «Читай город» за предоставленные книги. Вы можете посетить эти магазины по адресам Преображенская, улица 65 и улица Ленина, 103А. Далее еще есть... Приглашение на двоих книжный клуб «12», на выступление Дарьи Мальцевой и коллективов «Эльтанго» и «Диско Кэтс». Специальная камерная программа будет наполнена джазом-фанком, прекрасной поп-музыкой. Начало в 20.00, вход в 22.12.12. Это у нас... 28 апреля. 28 апреля, да. Вот самое главное, я не заметил. Завтра, завтра. 12 плюс ограничения. И, наконец, еще одно мероприятие, которое будет проходить завтра, 28 числа. Это будет «Гауди». 19.00. Это выступление панк-жлоб группы СГ и племянника Юрия Клинских. В общем, это хиты группы «Сектор Газа». «Сектор Газа», да. Ну, ты Клинских назвал, просто можно объяснить, что Юрий Клинских и тот же Юрий Хой. 18 плюс, да. Ограничение возрастное. Концерт, кстати, приурочен к открытию в Кирове мотосезона 2018. Глядя за окно, так и не скажешь, что пора открывать мотосезон? Ну, наши мотоциклы грязи не боятся. А, мотоциклы грязи не боятся. Ну, а фанки, тем более, никогда не боялись. В общем, достаточно обширный список у нас призов сегодня. Желаем вам удачи. Начинаем розыгрыш. 211.101. Итак, пожалуйста, наш гость Александр Сухарев задает первый вопрос. У меня сегодня, кстати, тоже будут вопросы, связанные с кино. У тебя уж и подавно. Да, сто процентов. Поехали. Ну, давайте первый вопрос. Так мы, слава богу, и не назвали героя, который все-таки выполнил этот побег из лагеря Собибор, к выходу фильма, про которого сняли фильм. То есть, как зовут героя. Как зовут героя. Главного героя. А играет его Хабенский. Играет Хабенский. Как зовут вот... Ну, уважаемые слушатели, 211.101, как зовут героя. Используйте подсказки. Включайте мозг. Включайте гаджеты. Включайте гаджеты. Гораздо быстрее, чем мозг включить, по-моему. Ну да, подвиг, на самом деле, даже у фильма как бы название, то есть такой слоган, типа, подвиг, который мы забыли. Ну и картина данная, собственно, ставит себе цель напомнить. Естественно. Об этом, да. Добрый день. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Андрей. Андрей, да? Андрей-то. Андрей, да. Ну так что ж, называйте. Александр Печерский. Да, все верно, конечно. Смотрели уже этот фильм, Андрей? Нет, не смотрел. Я видел его раннюю версию с Хавором. А, вчера только в Москве премьера. Ну что, пойдете в смену посмотреть его? Или другое у вас? Ну, нет, я лучше книгу выберу. А, книжку? Слушайте, давненько у нас не начинался розыгрыш именно. С книги. С книг. Ну хорошо, три книжки на выбор. Сергей Ширгунов, Татьяна Степановна, Ульям Дерезовиц. Что возьмете? Давайте Степанову. Степанову. Созвездие хаоса. Жутковатая история расследования серийных убийств. Ну я бы тоже ее взял. Андрей, вы в органах работаете? Нет. Нет, можно. Если бы он работал в органах, ему в своей жизни этих убийств хватало. Квалификации в органах? Никак нет. Никак нет. Андрей, не говорите, пожалуйста, трубку. Наш редактор расскажет вам, как получить эту книжку, куда прийти. Продолжаем. Николай Гульков. Музыкальный вопрос, видимо. У меня музыкальный вопрос. Этого мальчика, когда он родился в мае 50-го года, звали Стивлен Хардовей Моррис. Через 11 лет ему руководитель студии «Играмзаписи» дал прозвище, под которым он прославился. До сих пор широко известен. Сейчас фрагмент музыки, а потом вы назовете этого человека. Да, я известен. Это запись, к сожалению, в 61-го года, в 69-го, в 61-го в нормальном качестве как-то не попалась. Ну, как зовут человека, который исполняет эту песенку при рождении, его называли Стивлен Хардовей Моррис. А почему мы сегодня о нем вспоминаем? А знаешь, почему? Почему? Мы вчера с тобой вспомнили про «Тайную жизнь растений». Помнишь? «Тайная жизнь растений». Один из его альбомов так и называется «Путешествие в «Тайную жизнь растений». Это была музыка к фильму, который так и не вышел. А начинал... Ага. Вот, не будем его по имени пока называть еще. Да, вот я что-то про него вспомнил, да. А начиналось все с того, что сейчас можно анонсировать, что послезавтра в 10 утра будет основательная программа «Открывашка детская», которую будут вести Николай с юными нашими научителями. Просвещена вот этой тайной весенней жизни растений и грибов. Да, почему течет весенний сок, почему распускаются почки, почему растения вверх. Так что будьте внимательны. Детская познавательная программа «Открывашка» каждое воскресенье в 10 утра. Слушайте, кстати, всей семьей. Ну, а мы сейчас будем, видимо, ответ слушать. Да, 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 добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Людмила. Людмила. А как зовут дяденьку или юношу, который пел для вас эту песню? Стиви Уандер. Совершенно верно. Это Стиви Уандер. Вот, понимаешь, Володь, все почему-то у нас в России эту песню знают, да? Это далеко не самая удачная работа. Ну, я согласен, конечно, да. Такая у них она прошла не очень сильно, замечаю. У нас почему-то она проперла. Вот год, имя при рождении, в принципе, выдают какие-то... А, мне еще очень нравится у него песня, которую своей дочери ты посвятил. Это Стиви Уандер, видимо? Да, это Стиви Уандер, да. Это самый удачный, когда с в альбомом мы сегодня еще, может быть, успеем вернуться. Ну, что ж, что вы хотите получить за правильный ответ? Я хочу получить билеты на выставку Николаса. Николаса Сафронова? Николаса Сафронова. Да. Отлично, они ваши уже, не клади трубочку, а мы объясняем, как получить эти билетики. Владимир? Да, ну, мои вопросы связаны с музыкой в кино, потому что музыка, это же важная очень составляющая. Я про кино, он про музыку, а я про все вместе. А я про все вместе, да, это же важная составляющая, да, если ты слышишь в картине отличный саундтрек, это же запоминается на долгие годы и придает абсолютно атмосферы соответствующие. И, кроме того, многие композиторы прославились, да, за счет того, что писали музыку для фильма, но в том числе и наши, советские, замечательные. Вот, я сегодня, вернее, накануне я сидел и вспоминал, какая же музыка мне запомнилась из всех тех фильмов, которые я, возможно, смотрел много лет назад. Но вот она вот до сих пор мне помнится, я прямо ассоциирую с этой картиной. Пожалуйста, фрагмент номер один. Улыбаемся, да, уже все. Все вспомнили, да, ведь эту картину твою? Конечно. Да, все вспомнили. Круто ведь. Крутые саундтреки звучали в этой серии, так скажем, фильмов. Там не один фильм. Вспоминайте, где вы это слышали, 211-101. Давай вот уточнимся, в каком фильме вы это слышали? В каком фильме? В каком фильме? Много мест можно вспомнить, где мы это слышали. Как называется фильм, в котором, да, прозвучала вот эта мелодия. Ну, хотя, как там мелодия? Тут ведущая партия пас-гитары слышно, да, вот как-то. На этом акцентировано внимание. Огромное количество известных голливудских актеров подсказывают уже, да. Там речь идет о бригаде, так скажем, дельцов, которые добывают, так скажем, деньги незаконным путем. Но как-то все им сходит с рук, так все замысловато. Не у всех. Искусно. А, ну да, не у всех. Не у всех. Ну, слушайте, ну... Ну, хватит подсказывать уже. Ну, 211-101, вспоминайте. Ну, Брэд Питт. Ну, супер популярно. Джордж Клуни. А ты всех-то не назовешь. В каждой провожении кто-то еще появляется. Там каждый, конечно, столб, что называется. А тут, я понимаю, так еще вообще женский вариант возникает в этой работе. Да, да, да. Скоро. Да, только если там будет восемь. Да, скоро. Скоро, действительно? Да, 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 да. Он уже на выходе почти. Алло, добрый день. Мы слушаем вас. Меня зовут Наталья. Да. Могу предположить, от заката до рассвета. No. No. Нет. Не от заката до рассвета. Ну, там тоже Клуни есть, да. Но там нет Брэда Питта, опять же. Там нет Питта, да. Нет Питта. И там нет... Да, в июне. И Джулия нет. И Джулия и Робертс. И деньги два стола. Ну, кстати, там была эта музыка. Там была? Да, там была эта музыка. Точно? Точно, сто процентов. Ну, если бы не было у нас Александра Сухарева в студии, я, конечно, бы сейчас сказал, что неправильный ответ, но раз Саша уверяет, что она там есть. Да, я недавно пересматривал. Ну, а мы, конечно же, вернее, я имел, конечно же, в виду друзей Оушена. Да, да. Именно в варианте, в новом, то есть не в сенаторском. Наталья, в общем, вы победили. Спасибо. Да, спасибо. Что хотите? Да, если у нас еще много чего. Скажите, на завтра в Гауди Холл что? Так, собственно, там Сектор Газа, там, да, как-то... Сектор Газа, да. Они в обработке или... Ну, вы знаете, вот то, что я успел узнать о панк-жлоб группе СГ, они исполняют вот те самые знаменитые песни Сектора Газа вот в той же прям манере, и прямо этот племянник Юрия, он прям вот копирует его манеру. Ну, удачно вам сходить на открытие мотосезона. Юные хулиганские годы. Да, не кладите, пожалуйста, трубку, редактор вам пояснит, где забрать. Да, в июне действительно выйдет фильм «Восемь под руку ушина». «Восемь под руку ушина», да. Ух ты, и тоже очень звездный состав. Уже есть трейлер? Очень звездный, есть, конечно, есть. Надо посмотреть. Здорово, с удовольствием буду ждать и смотреть. Небольшая реклама у нас сейчас будет, и мы продолжим наш розыгрыш, так что оставайтесь с нами. Сегодня мы знакомим вас с киноновинками, которые будут показываться в смене и дружбе в ближайшее время. С нами Александр Сухарев, менеджер кинопроката этих кинотеатров. Я предлагаю еще по кругу розыгрыша сделать, и потом еще поговорить о тех примерах, которые у нас ждут впереди. Тем более май, насколько я знаю, такой всегда горячий месяц. Всегда горячий месяц. Такой киномесяц. Я хочу сейчас уточнить, вам редактор подсказал, что все-таки в связи с известными проверками концерт СГ состоится не в Гауди, а в «Don't worry, Papa». «Don't worry, Papa». И мы можем разыграть еще билетики туда. Если так, что кто-то еще хочет вспомнить свою грешную юность, то, пожалуйста, билеты еще. Да ладно, что там уже грешного-то. Там ведь есть вполне себе приличные песни, которые можно ноль плюс слушать. Ну а что касается этого концерта, конечно, 18+. Итак, давайте быстро напомним, что у нас еще в розыгрыше есть. Да, у нас практически все осталось. Драматический театр, театр на Спасской. Кукольный театр, кинотеатр «Смена», выставочного художественного музея на фото-выставку Михаила Андрианова, галерея «Прогресса». Еще две книжечки у нас остались прекрасные. И, собственно говоря, вообще у нас все осталось. Дарья Мальцева, коллектива «Альтанга» диска «Кэтс» завтра. В клубе «12», да. Ну и приносительные билеты в «Дон Тварь и Папа» на концерт. СГ. Да, СГ. Александр, следующий вопрос. Давай, сложно или полегче? Скажи-ка. У меня есть два. Карты, деньги. Деньги два, два. Сложно или полегче? Сложный хочу. Давай сложный. Смотри, выходит «Остров собак». «Остров собак» и, как сказали создатели «Острова собак» сами по себе вообще, в принципе, на них очень сильно, вот прям на эту анимацию, повлияло творчество этого именитого, прям супер японского режиссера. Он же сценарист, очень влиятельный человек. Он знаком российскому зрителю, этот японский режиссер-сценарист? Не факт. Не знаю. Нет, у него и были фильмы, которые были в России в прокате, но он такой неширокий в России прям был. О, может, дадим несколько вариантов ответа, не знаю. Ты сам просил сложный вопрос. Слушай, мне сложно давать варианты с японскими именами. Ага. История 12-летнего мальчика, который опекается мэром. Ну, мне кажется, я уже близок к правильному ответу, я тут просматриваю. Ну, то есть, мы просим прослуживать. Человек получил Оскар в 75-м году, смотрите. То есть, такой... Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, эта информация у меня нет перед лицом, но, насколько я помню. То есть, это именитый, немолодой японский режиссер, мировой известности, так сказать. Да, его уже в живых нет. Ну, понятно, я, по-моему, даже я уже догадался. Это мне день выборов напоминает. Да, но если японский, может быть, Курасава. У нас есть желающие ответы на наш вопрос. Алло, добрый день. Алло. Да, мы слушаем вас. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, ваш ответ. А у меня, конечно, был отец Курасава. Да, конечно. Киро Курасава. Мико, молодец. Ты, конечно, Курасава. Конечно, Курасава. Ну, я, на самом деле, когда стали говорить, я стал вспоминать японцев, великих, которые в 75-м могли получить восклинированную. Да, 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 да. Ну, то есть, их не так много. Да, забавно получилось. Хорошо, да. Александр, Александр, куда пойдете? Что выбираете? А я смену выберу. Кинотеатр смена? Прикрасный выбор. Отличный выбор. А слушай, а на какой фильм пойдете? Да. Какие варианты есть? Да, много. Да нет, на любой. Просто на что хочется? На что бы я пошел? На танки, на тренера. Просто собак. Я бы пошел на танки и сходил бы. На танки, ну да. Ну, прекрасно. Хорошо. Будет у вас такая возможность. Главное, не забудьте билеты у нас забрать. Не кладите трубку, пожалуйста. Наши редакторы вам пояснят, куда, собственно, топать за билетами. Николай, следующий вопрос. А я снова про Стива Вандера. Теперь мы его уже называем по его прозвищу. Первое-то прозвищу было Little Стиви Вандер. Маленький чудо Стиви, так сказать. И сейчас, кстати, это выражение Стиви Вандера, оно уже стало таким дорицательным в англоязычных странах. Вот талантливых слепых людей называют именно так. Вот еще один Стиви Вандер идет. Дело в том, что ты песню напевал, она у нас-то очень популярная была, а у них как-то не очень. Вот у них были другие песенки, очень популярные. Вот сейчас я одну из них попрошу включить и сразу задам вопрос. Эта песенка посвящена человеку по имени или по прозвищу Дюк. И вам придется ответить, которому из Дюков очень известных. Потому что есть бронзовый Дюк в Одессе, есть Дюк Эллингтон, мы все знаем. Дюк Нюкем еще есть. Да, есть Дюк Нюкем, ядерный герцог. Вот как у ром из этих трех Дюков посвящена эта песня. А я пока фрагменты попрошу включить. Какой-то фрагмент прозвучал без песни. Ну ладно. Те, кто знают творчество Вандера, я думаю, они отгадают даже и без того, что он поет. Ну, в конце концов, всегда можно ткнуть в один из трех. Ну да. Тем более, что два варианта обычно мы даем нашим. Две попытки. Дату, по-моему, сейчас люди отгадают сразу. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Что-то у нас сегодня на Александра поражается. Хороший день, Александр, хорошее имя, мне очень нравится. Александр, ну, которому Дюку эта песня посвящена? Дюк Эллингтон. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, я же не задаю сложных вопросов. Я же про Курасаву-то не замахиваюсь на Курасаву. Александр, вы правильно совершенно ответили. В списку прекрасных джазовых музыкантов, которые там упомянуты. Что бы вы хотели получить? Билет в кинотеатр. Билет в кинотеатр. Есть такая возможность. Или дружбу на любой совершенно сеанс, который вы захотите. Пожалуйста, да. Поздравляем вас. И сейчас меня будет, видимо, вопрос. Но я продолжаю. Музыка в кино. Я сейчас попрошу нашего режиссера третий фрагмент, да, третий, который я там заготовил. Сейчас будет посложнее. Посложнее. Фильм этот вышел совсем недавно. И мы его смотрели, между прочим, вместе с Николаем. Да. Итак, саундтрек. Один из, вернее. Пожалуйста. Музыка в кинотеатр. Вопрос для тех, кто ходит в кино. У тебя такой драмат-бас сегодня вообще слушает. У тебя до этого было часа пять. В общем, вопрос для тех, кто ходит в кино. В фильме был. Регулярно. Фильм совсем недавно вышел. Композитор известный. Известный. Очень известный композитор. Я могу назвать его. Это гитарист Радио Хэт Джонни Гринбл. Вот, собственно, список саундтреков уже выложен. В интернете я нашел накануне. О, решил, давайте задам этот вопрос. Фильм вышел совсем недавно. Главного героя зовут Джо. Джо там играет наемного убийцу. Причем в качестве орудия он использует... Ой, ладно, не буду продолжать уже. Этот же композитор. Но он уже отошел на киноэкран. Он не шел таким особо широким для экрана. Он получил заглавную мужскую роль приз Каннского фестиваля. Так что вот еще подсказочка о композиторе Джонни Гринбл. Вот он кучу фильмов прекрасных озвучил совершенно. Мы фильм называем. Мы называем фильм, но я его не называю. Да, вам нужно назвать фильм. Название фильма. Ну, в названии фильма не одно слово. И даже не два, и даже не три. Даже четыре. Даже пять получается. Ну, если вы следите за киноновинками, вы должны знать. 18+, кстати, да, возрастное ограничение было? Да, да, 18+. И совершенно оправданное. В общем, главному герою там поручают найти девушку. Девочку, которая пропала. Которая пропала, и он ее благополучно находит. Концовка там такая еще любопытная, да? Но все присутствующие за столом смотрели. Да, мы смотрели все, но нам, видишь, пристанье положено. Ну, в общем, мы уже достаточно подсказали. Давайте будем, если не получится, с первого раза будем подсказывать. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин с нами, да? Ну да. Да, Андрей. Вот название, насколько я помню, назвалось «Тебя здесь не было никогда». Или как-то так. Ну, немножко по другим словам. Тебя никогда здесь не было, да. Буквально в марте, да, ведь он вышел? Да. В марте был в прокате, да. Кстати, смотрели, Андрей, этот фильм-то? Нет, вот он очень немного шел, по-моему, в Кальдей только, да? Да, он очень мало шел, да. Немного было показов. Там было немного показов. Ну, действительно, да, вы правильно назвали. Тебя здесь никогда не было. Что вы хотите получить? Книжку или куда-нибудь пойдете? Так, а вот театр драмы на Эльзе, это завтра, да? Это завтра, 28-ое, 17.00. А Ханума? А Ханума, 29-го, воскресенье. Да, так, так, так. Но есть еще 16 июня запрещенный роман, 18.25, но вы, наверное, уже смотрели. Да, да. Да. 4 мая от Театра Наспаска, я вернусь. Андрей, определяйтесь поскорей. Ага. Так, так, секунду. Можешь на Сектор Газа? Нет. Жрения нет. А в смену вот еще 2-3 есть. Здесь, конечно. Есть, да? Да, конечно. Хорошо, все, есть. Пойдете. Вот тогда их. На остров собак, я чувствую, Андрей, пойдет. Или на Собибор, да? Отлично. Так, остается 2-3 минуты. Давайте еще поговорим о тех примерах, которые... Вот прям очень быстро пробежимся по майу, майжек и на примеры. Кроме суперрейтинговых Мстителей, Дэдпула и Хана Соло Звездные войны, у нас будет еще другие. Дэдпул второй, естественно, да. Хулиганский также точно, еще хуже хулиганский. Будет. А, ну и такси 5 туда же еще запишем. Такси 5, да. Такси 5 туда же запишем. Который с Амина Сыри, по-моему, как-то охаял. Да, да. Как-то очень негативно высказался. Ну, опять же, не сыграл, может, и охаял. Не знаю. Надо смотреть. Вот. Будет достаточно интересно несколько фильмов. Это, во-первых, фильм «Конечное». Ну, на самом деле, в российской локализации называется «Конченное». Марго Робби. «Терминал» оригинал. Соответственно, «Конечное» бы перевели, но наши локализаторы решили поиграться. «Конченное». Посмотрите трейлер, я даже описывать это не буду. Это интересно. Вот. Второй фильм. Это Лукьяненко. Сергей. Сергей. Черновик. 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 Выходит. Фэнтези? Все. Фэнтези. Фэнтези. Выходит с 26 мая. То есть нестандартная у него премьера. Он будет на превью немножко. Посмотрели его целиком на кинорынке. Поклонникам Сергея Лукьяненко. Понравится. Понравится. Должно понравиться. Должно понравиться, да. И самый фильм, который меня на самом деле впечатлил на кинорынке, потому что... Что такое кинорынок, пару слов. Ну, я понимаю, что это закрытое мероприятие для сотрудников кинотеатров, когда вас собирают... Для кинотеатров, прокатчиков и так далее. Да-да-да. Ну, тусовочка такая. Где все мы смотрим фильмы, премьеры, все хвастаются своими бокс-офисами. Ну, такая... В Москве смотрится, да. Москва, Сочи, Питер. Москва, Сочи, Питер. Разное время года. Летом в Сочи, естественно. Кому же в Москву охота ехать летом. Так вот. На кинорынке очень впечатлился фильмом. Нам показали первые 15 минут. Я просто от него ожидал такого, ну, среднего шпионского триллера, а оказалось вот прям огонь. «Красный воробей» с 31 мая. Трейлеры тоже мы посмотрели. Ой, я несколько раз уже даже посмотрел. И на самом деле трейлер не отражает то, что там есть. Это вот прям вот «Черный лебедь» плюс какой-нибудь боевичок. «Красная жара», например. Ага, «Черный лебедь» плюс «Красная жара»? Да. «Красная жара»? Да. Хулиганы. Хулиганы. Да, кокаином. Да-да-да. Вот, нет, на самом деле боевик, вот типичный боевик, но вот прям с «Черным лебедем». Вообще круто. Но «Красный воробей». «Красная жара», да, и «Черный воробей». Ну, я подумывал на него сходить, потому что там актеры хорошие, в том числе. Дженнифер Лоуренс, да. И Джереми Айрнс. И Джереми Айрнс. Великая на заднем плане. Вот, очень, очень, вот прям впечатлился, честно скажу. Вот, собственно говоря, ну, для детей еще будет куча мультиков, это само собой. «Смешарики» три. «Смешарики» уже вышли. Вышли уже. Вышли уже. «Садко» будет, «Пчелка Мая», кстати, кто помнит. Конечно, это что, 90-е, 16.00 мультики показывают, весь двор бежит смотреть «Пчелку Мая». Да, и «Псы под прикрытием». Забавная комедия такая, тоже 31-го числа, для всех любителей собачек, кошечек. Последний вопрос, Александр, ну, через месяц уже меньше последней звонки. Да. Какое-то спецпредложение будет в кинотеатрах для выпускников? Что-то готовить? Ну, у нас есть вообще же четко выделенный менеджер по прокатам для коллективных заявок, то есть все школы могут к ней обращаться. Я думаю, что там все школы, которые нас слышат, сейчас уже все знают. Вот, а так, я думаю, что что-нибудь придумаем, конечно, потому что еще май у нас впереди. Май впереди, думаю, что что-нибудь... А, хотел анонсировать, знаешь что? А, сейчас мы планируем, вот честно скажу, вот буквально пару слов, потому что еще нет... Несколько секунд у нас впереди. Несколько секунд. Нету еще точного, вот прям точно, что точно будет, но планируем фестиваль моды. Это фильмы «Танцовщик» про Полунина, Дрис Ван Ноттен и «Вестфуд». Пока даты еще не определены, да? 18-е планируем, мая. Мая. Если все получится, то есть, если все получится, вот... В общем, следите за информацией на сайте и в социальных сетях. Все верно. Спасибо, Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Смена и дружба». На этом программа «Кульпоход» завершена. Я сегодня прощаюсь, потому что программа «Союз нерушимый», которая начнется через 20 минут, будет выходить в запись. Очень интересная там тема у нас сегодня будет. А я вернусь в воскресенье про тайну в жизнь растений. Мы будем говорить с нашими юными ведущими. В программе «Открывашка» точно такой же розыгрыш будет, но больше ориентированный, конечно, на детей. Там энциклопедии, книги пригласительные на детские мероприятия. Так что будет интересно. Всего доброго. До свидания. До свидания. КУЛТ ПАХОТ